Спасатели достают 13-летнего подростка из-под обломков рухнувшего здания в южной области Хатай в Турции. Мальчик пробыл там 182 часа, то есть больше недели. На кадрах видно, что ребёнок держит спасателя за руку, пока его на носилках доставляют в машину скорой помощи. А эту девочку нашли в городе Адеаман. Ей примерно 4-6 лет. Ждала помощи тоже больше недели. Теперь команды пытаются добраться до её старшей сестры. Такие чудесные спасения бывают всё реже. В некоторых районах было решено прекратить поисковые операции и начать разбор завалов. Общее число погибших в Турции и Сирии в результате землетрясений превышает 37 тысяч человек. Цифра быстро растёт. Но всё же во многих районах операции продолжаются. С помощью тепловизионных камер и лопат спасатели в Кахраман-Мараши ищут как минимум двух выживших. «Мы увидели их с помощью тепловизоров и вчера и сегодня. Они всё ещё живы и в хорошем состоянии, поскольку мы улавливаем их тепло и можем понять их состояние. Так что это уже чудо». Более суток спасатели тщательно удаляют обломки, углубляют туннель и приближаются к людям. «Здание внутри очень опасно обрушено. Так что, как мы говорим в Турции, мы копаем ногтями очень-очень медленно». 160 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться из зоны бедствия. И ещё около миллиона остаются во временных убежищах или просто на улицах. И упаднические настроения среди людей продолжают расти. Это турецкий город Ады Аман. Местные жители говорят, что их условия жизни очень плохие. «Эта неделя была ужасной. Мы в отчаянии. В первые три дня никакой гуманитарной помощи не было. Она вместе с оборудованием начала пребывать только на третий день». «Мы в ужасных условиях. Мы замерзаем. Спим во дворе мечети. Не можем найти убежища. Воды и электричества нет. Все наши дети заболели». Теперь всё больше вопросов вызывает качество строительства домов в Турции. «По крайней мере, нужно построить крепкие дома и нужно провести расследование. Тут не ценят человеческую жизнь». В регионе растут опасения по поводу распространения инфекций. Министр здравоохранения Турции объявил, что в зону землетрясения отправлены вакцины от бешенства из Столбняка и что там начали работать передвижные аптеки.